13 февраля 2019 года Мы с вами все знаем легенду, сказания по Библии о том, как Моисей Пророк открыл воды перед своим народом. Но для нас это только сказка. Мы так думаем. А вот как, собственно говоря, как в Писании. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пигахи-Арофом, между Мигдолом и между морем, перед Вал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. Но фараон погнался, фараон погнался с колесницами, это так в описании, и прижал народ Израилев к морю. И в это время Моисей вопросил Господа Бога, что же ему делать? Пустыня и фараон со своими фараонцами, со своей гвардией, а здесь море. И сказал Господь, и что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Ну что вы думаете? Ну, конечно, вроде бы это не может быть. Ну как это воды раступятся? Конечно, мы с вами знаем, что перед цунами вода отходит от берега, на 2 километра может отойти. Это так, перед цунами. А что же случилось здесь? Возможно, там тоже должен был пойти цунами, и был короткий отрезок времени, когда Моисей смог провести свой народ. И вот что говорит Википедия нам. После 10 казней Моисей вывел израильтян из Египта через Черное море, после чего они остановились у горы Синай, где Моисей получил 10 заповедей. Вот думаешь, Черное море, как оно могло раступиться перед людьми? Ну ладно бы там какое-нибудь, нам неизвестно. А здесь Черное, оно же вроде вот оно, рядом, мы на нем отдыхаем, и люди все знают, что такое Черное море. Да как же оно раступится? Это самое Черное море. И мы думаем, что такого не может быть. Это легенда, это легенда, знаете, вот как-то легенда, фантастическая сказка. А нет, давайте-ка мы с вами обратимся к реальностям. И вот читаем мы статью «Моисеево чудо на острове Чиндо» – легенда, которую можно увидеть вживую. Два раза в год неподалеку от острова Чиндо в Южной Корее можно наблюдать удивительное явление, которое напоминает библейский сюжет о том, как перед Моисеем раступилось море. Воды, соединяющие остров Мадо и Чиндо, на целый час раступаются, открывая дорогу протяженностью в 2,8 км и шириной в 40 метров. Вы видите, на час. За час-то, конечно, можно, если так быстро идти, а еще и на колесницах, можно за час проехать. Значит, бывают такие чудеса у нас на планете. Просто, наверное, мы мало знаем о себе и о своей земле, где мы живем. Или, может быть, действительно можно силой мысли эту вот воду, с ней разговаривать, вступить в общение с природой, с духами природы, с духами воды, и попросить их раступиться, чтобы люди могли пройти. Вам кажется, это невозможно? Когда человек мало верит в себя, ему всегда кажется, что это невозможно. Ученые полагают, что такое разделение морских вод происходит вследствие разницы отливов и приливов, которые, в свою очередь, зависят от циклов Луны. Увидеть это невероятное природное явление съезжает со десятки тысяч туристов со всего мира. Множество туристов и местных жителей гуляют по открывшейся тропе посреди моря и собирают морских обитателей, выброшенных на сушу. Таинственный морской путь почти 3 километра длиной можно наблюдать в провинции Чола-Намда. Чаще всего туристы отправляются в Чинда в мае, хотя наиболее сильные отливы происходят осенью и зимой. Всемирную известность этому феномену принес посол Франции Пьер Ранди, который после своего визита в Чиндо в 1975 году посвятил ему статью в местной газете. Самое удивительное в этом явлении то, что по Моисеевой тропе можно дойти от материка до самого острова, до самого острова можно дойти. Вы представляете, а если бы этот француз не написал статью, об этом бы ничего и не знали? То есть у нас есть Моисеево чудо, мы знаем об этом из Библии. А то, что на земле существуют такие места, где вода раступается, мы не знали. И вот только в 1975 году француз-посол написал об этом. Вот так и стали знать. А жители, которые живут там на острове, да они и слышать не слышали ничего о Моисеевом чуде. Они знают, что это вот так у них вода себя ведет. Они просто знают, они просто в этом живут. Они просто знают, что вода раступается в такое-то и такое время. И если им нужно, они спешат сделать свои дела. Но во всяком случае можно морские раковины, рыб выловить и крабов тоже. У корейцев подобному феномену существует свое объяснение. По легенде, осужденный по имени Сон Дон Чьин был сослан на остров Чеччжуда. В пути его корабль попал в сильнейший шторм и потерпел крушение. Однако Сону со своей командой и родней удалось спастись и доплыть до ближайшего острова, который оказался Чиндо. Видите, у европейцев свои легенды по поводу раступившихся водок, а у корейцев свои легенды. У них они более простые, без всякого чуда. Но однако же тоже существуют. Потомки Дон Чьина жили на острове на протяжении больше двухсот лет. Видите, здесь нет двух тысяч лет, здесь нет двадцати тысяч лет или две тысячи лет до нашей эры. Этого ничего нет. Люди живут более приземленными понятиями и оперируют теми цифрами, которыми возможно оперировать. Потому что теми цифрами в тысячелетия, которыми оперируют европейцы, ну это, конечно, смехотворные цифры, потому что европейцы просто выдумали сами себе, а теперь не знают, как в этих цифрах самим-то вообще плавать и рассказывать о них. А здесь люди больше приземленные. Это 200 лет, да, за которые постоянно подвергались атакам тигров, которые наводнили. Но видите, у евреев там атака от фараонов и его гвардии. А здесь атаки тигров. Здесь тоже более приземленные понятия. То есть тигры, которые наводнили эти земли. В следствии этого они решили перебраться на остров Модо, который находился неподалеку. Когда жители переселились, оказалось, что на острове осталась одна старушка. Она стала взывать к морскому дракону, умоляя помочь ей воссоединиться с родными. Тогда дракон велел женщине прийти к берегу моря. Это как старик с золотой рыбкой приходил к берегу моря. Так и здесь раступилось море, и старушка отправилась в путь, но оказалась слишком слаба, чтобы преодолеть его. Тогда ее близкие двинулись ей навстречу и забрали женщину. Умирая старушка поблагодарила дракона за помощь в ее воссоединении со своими родными. С тех самых пор на острове каждый год проводятся обряды в память об этой женщине и невероятном чуде, которое совершил дракон. А морской путь теперь украшает памятник тигру и бабушке. Море раступается всего на один-два часа, так что туристам следует поторопиться вернуться на сушу до прилива. Тем, кто не успел добраться до берега в срок, оказывают помощь многочисленные полицейские на лодках. Все так же, все-таки, как много удивительных мест на нашей планете Земля. На нашей Земле мы даже не знаем, как устроена наша Земля. Мы ничего не знаем, но мы хотим воевать, мы хотим в космос. А может быть, просто посмотреть на себя, посмотреть на Моисеева чудо. Легенды-то легендами, но ведь есть и другие объяснения. И хотелось бы, конечно, чтобы люди больше знали о себе, о свойствах воды, о том, как и почему она может расступаться перед просьбой женщины. И действительно ли женская энергия настолько сильна, что даже Посейдон может услышать женские просьбы и мольбы? Или воды морские могут расступиться перед женщиной, когда она того хочет или просит? Интересное событие на нашей планете. И хотелось бы, чтобы мы больше изучали сами себя, в себе бы разбирались, в себе бы покопались немножечко, но и в таких вот интересных местах, которых на нашей Земле большое-большое количество. Присылайте мне интересные статьи, вот такие, на интересные темы, когда мы можем с вами поговорить о Земле, о феноменах каких-то, которые мало известны. Вернее, просто не изучаются учеными, потому что им нет дела, у них космос впереди, а у нас Земля наша. Поэтому давайте изучать нашу с вами Землю. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.